Я подписал изменения в ранее действующее постановление сегодняшнего дня. Все члены правительства, за исключением только первых заместителей председателя правительства, будут летать только эконом-классом. Если чиновник захочет куда-то полететь бизнесом, то только за свой личный счет. Вы кто у нас? Костюченко Александр Александрович, начальник МЧИ-4. МЧИ-4. Ну давайте разберемся, а вот что и кто здесь грузит уголь? Они даже повылезли вчера и вывезли все. Сейчас разберемся. Мы кто? МЧИ-4. Для кого? Для ботоверцев МЧИ-4, данный момент, для польгацев, которые вычислили гамаранами, стал все поздно. В данный момент мы сейчас погружаем уголь для компании «Перевалка-Ренсталь». «Перевалка-Ренсталь» неделю на решение вопроса о перевозке угля в порт в вагонами. В противном случае я здесь объявлю ЧАЭС и все закрою. Правильно. Сейчас. Это невозможно. Это невозможно. Это невозможно. Это невозможно. Быть другим – это значит быть всегда одному. Выбирай, что тебе с уму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода, и в нее нет входа. Сода для того, чтобы чай был черней. Понятно, тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо есть приемник в магнитофоне. Я свободный человек в своей стране. И мы имеем право на свой голос. То, что сейчас происходит в России, это полный беспредел. Мы пришли к фатаритарному офису репрессии в 1931-1939 год. Он, честно, для людей все сделает. Все. Вопросы, чего все сделает. Он в квартире дал, в дараке жили. Дал же? Дал. Вот. А какая-то сволочь его обтирает. Чаи, папиросы, ответы на вопросы, допросы. Вы понимаете вообще, о чем вы делаете? Садик нет. 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 Виноградовки 55 мест. Но в очереди очень много людей. Я не могу сказать. Но зато я слышу. Ну, как так можно, если садик 4 километра, вы представьте море, да? Кто же не везет в метель? Все это надо, наверное. Я как понимаю, что здесь основное, что мы называем, работающие в Хабаровске, правильно? Да, 70%. Ну, 70%. Тогда сколько надо встать, чтобы ребенка до 4 километра везти в садик, вернуться сюда, а потом... Поэтому каждое министерство должно проработать по всем тем направлениям. Если это министерство природных ресурсов, мы уже говорили. Отработать каждую лицензию, каждое предприятие, сколько добывают, сколько продают, сколько работают. Сверхи, все данные с министерствами самонных технологий. Ну, что это? В лесной отрасли подают, что спилили такое-то количество, а за границу уходят 10 раз больше. Вы наконтролировали? Мы сегодня наконтролировали так, что деньги, которые нужно было потратить на ремонт дорог, между воровых территорий, для людей, вернули в бюджет, в федеральный бюджет и заплатили штраф. Вам сказать, как вы наработали? Я вам скажу, как вы наработали. Вы наработали. Сколько вернули в Комсомольск? 600 миллионов!